Украинцы называли тех, которые защищали, значит, с юга от набегов Крымского хана, но на Урале кругом были украинцы. Да что ты, черт побери, такое несешь? Вы что, не знаете об этом, что ли? Значит, у нас не было никаких языковых различий. Больше того, по-моему, до этого же времени, до 14-15 века, даже тех людей, восточных славян, которые проживали на территории Речи Посполитой, и в Московском государстве, и в Польше называли русскими, не делили. Надо относиться к этому с уважением, исходить из реалий. Но не забывайте, кто мы такие, откуда мы пришли. Действительно ли предки россиян и украинцев признали друг друга как единый народ? Они разговаривали на одном языке? Понимали друг друга? Или же они действительно общались на разных языках? Сейчас мы знаем, что как в Российской Федерации переводят украинский язык, так и в Украине переводят русский язык. Хотя значительная часть украинцев знает как русский, так и украинский. Переславская Рада все-таки начало российско-украинского взаимодействия. Это начало объединения. И поэтому обращение к истокам, к началу, понимание, собственно говоря, о чем стороны договаривались, до чего договорились и почему эти договоренности не были реализованы, оно очень важно. Удалось ли вам ознакомиться с копией этого документа? На самом деле оригинала документа не существует, потому что он был в свое время отправлен в Украину к Богдану Хмельницкому и погиб вместе со всем остальным архивом Богдана Хмельницкого. А те копии, которые сохраняются в московском архиве, это черновые копии, по которым, в принципе, мы можем судить о том, о чем договаривались стороны. И понятно ли все-таки, о чем они договорились? Ну, в общем, да, это был компромисс с двух сторон. Хотя основная проблема заключается в том, что стороны не очень понимали друг друга и в прямом и переносном смысле этого слова. Они разговаривали на разных языках, употребляли разные значения одних и тех же терминов, например, воеводы. И поэтому представляли очень разные ментальные сообщества. И поэтому их договоренности были на самом деле очень поверхностными, что и проявилось в следующие годы. Но как было с этим вопросом в прошлом? Обратимся к документам. В первой части фильма «Украина», о которой умалчивают российские СМИ, мы, помимо прочего, показали, что название «Украинцы» по крайней мере с 17 века уже широко использовалось как в самой Украине, так и в Российской империи и в Европе. А также о том, что в Российской империи название «Украинцы» было равнозначно названию «Малороссы». В первой части мы приводили некоторые документы из актов, относящихся к истории Южной и Западной России, собранных и изданных Археографической комиссией в 15 томах. Давайте снова заглянем в этот 15-томник. В 10 томе находятся опубликованные документы переговоров Малороссии с Великой Россией 1653-1654 годы. Находим здесь следующую информацию. Послы московского царя Алексея Михайловича приезжали в Крым к крымским татарам с толмачами. Как видим, предкам россиян для общения с предками крымских татар понадобились толмачи. Для понимания этого термина обратимся к российским толковым словарям. И видим, что слово «толмач» имело значение «переводчик». Был у нас толмач Немчин. Ему переводить он лыка не вяжет. Мы его и в кипятке сварили. Нельзя так с переводчиками обращаться. В словарях иностранных слов русского языка есть такие определения, что слово «толмач» татарское и имеет толкование. Устный переводчик – посредник при сношениях между лицами, из которых каждый говорит на непонятном другому языке. Толковый словарь Ушакова дает такое объяснение слову «толмач» в Древней Руси – должностной официальный переводчик, посредничавший в беседе между русским человеком и иностранцем. Толковый словарь Ожегова объясняет слово «толмач» как переводчика во время беседы переговоров. Но нас прежде всего интересует, а как обстояли дела при контактах между предками россиян и украинцев. Находим в том же десятом томе бумаги царского посольства стольника Родиона Матвеевича Стришнева и дьяка Мартимьяна Бредихина, ездивших к гетману Богдану Хмельницкому и ко всему войску Запорожскому. Приведем отрывок из письма царских послов к своему московскому царю, которые в то время прибыли в Украину в город Чигирин, где послов встретили Юрий Хмельницкий, а также с ним чигиринский наказной полковник Василий, войсковой толмач ЕСКО, казаков человек с шестьдесят со знаменем. И не доезжая до нас, холопов твоих, гетманский сын Юрий, полковник и толмач, и казаки сажень за пятьдесят слезли с лошадей и шли к нам, холопам твоим, навстречу пешком. И как они к нам, холопам твоим, пришли, и мы, холопы твои, напротив гетманского сына с лошадей слезли, и гетманский сын Юрий, и с ним войсковый толмач ЕСКО речь говорили. Как мы здесь видим, сын украинского гетмана Богдана Хмельницкого Юрий вместе с казаками встретили царских послов с толмачом, то есть с переводчиком, с которым к московским послам речь говорили. Далее находим в этом же десятом томе акта в Юго-Западной России, что московский царь присылает свои грамоты в Украину к своим послам Стришневу и Бредихину тоже вместе с толмачом. Толмач также понадобился царским послам и в самой Украине. Царские послы через толмача посылают известия к украинскому гетману. Украинский гетман Богдан Хмельницкий тоже присылает свои послания царским послам через толмача. В марте 1654 года в бумагах войскового посольства о правах малороссийского народа находим, что послы украинского гетмана Богдана Хмельницкого, казацкая старшина с 40 казаками едут к московскому царю также с толмачом. В 2017 году российский историк Татьяна Таирова-Яковлева представила в Киеве книгу «Инкорпорация. Россия и Украина после Переяславской рады» 1654-58 годы. В этой книге в главе «Взаимное непонимание» Таирова-Яковлева пишет «Все послания из Украины переводились». Например, сохранилась пометка, что, получив грамоту полковника Ивана Золотаренко, государь сего перевода слушал и указал, и бояре приговорили отписать к Золотаренку. Акты Юго-Западной России, том 14, страница 787-788. Гетьман и старшина писали «простой мовой», то есть на староукраинском, который к тому времени уже приобрел черты литературного языка, благодаря издававшимся на нем книгам. В России его называли «белорусским» или «литовским». Причем неизвестно, имелось ли в 1654 году в Москве четкое понимание о различии между старославянским, русским языком, который был официальным юридическим языком Великого княжества литовского, и простой мовой. Например, шляхтичу Великого княжества литовского Константину Поклонскому, польский приказ предлагал в 1654 году, чтобы он писал отписки к нам белорусским или польским письмом. Будет у него русским письмом писать некому. Акты Юго-Западной России, том 14, страница 220. Следует отметить, что гетьманы даже в начале XVIII века писали в Москву по-украински, и, соответственно, их письма переводили. Это государственный орган, ведавший иностранными делами в царствование Петра I. То есть, по аналогии, говоря современным языком, это фактически Министерство иностранных дел того времени, из которого Петр I велел выдать переводчика для перевода малороссийского языка, то есть украинского. В Российской государственной библиотеке на данный момент находится пока еще в открытом доступе описание собрания отдела рукописей единичных поступлений за 1948-1975 годы Фонд научно-исследовательского отдела рукописей под номером 218 отдела рукописей, том 1. На странице 186 находим следующее описание исторического материала, хранящегося в архиве этого фонда. Письма гетьмана украинского Мазепы Ивана Степановича, 1708 года, Батурин, Хвастов и Забоза. 7 писем на украинском языке, на 15 листах. 2 выписки из писем Мазепы Меншиков на русском языке. Письма Мазепы Ивана Степановича, 1808 года, Скорописью, на украинском языке, 2 листа. На странице 191 письмо Иоанна Яновича Дубежны, Ротносу, 1709 года. Скоропись, первый лист, на украинском языке. Письмо Зелененского, 1711 года, Скоропись, на украинском языке, 1 лист. А также письмо писаря войска Запорожского, Щавича, пану, Корсану, 1712 года, Глухов, на польском языке, 2 листа. На 192 странице находим следующую опись. Универсал Гетмана Ивана Скоропадского, данный сотнику Роменскому с урядом, 1712 года, Глухов. Скоропись, с подписью автографом, на украинском языке, 2 листа. На странице 193 видим документы, связанные с оскорблением задятским жителем Терешкою, задятского священника Симеона, 1712-17 годов. Скоропись, на украинском языке, 2 документа, на 4 листах. Купчая жителей села Крутков, задятского уезда, Гарпины Миниха, сыном о продаже, плед с хатою, отцу Симеону, протопопу, задятскому, 1717 года. Скоропись, на украинском языке, 1 лист. Указ войсковой генеральной канцелярии на украинском языке, 1726 года, Скоропись, 2 листа. В Центральном государственном архиве древних актов находим опись. Малороссийские дела, фонд 124, опись 6-я за 1590-1794 годы, страницы с 1 по 2026. Издано в Москве в 1977 году, где на пятой странице видим следующее. 1670-1695 годы, письма украинских гетьманов Петра Дорошенко и Михаила Ханенко, полковника Семена Палия, информация Павлу Мотовылову, ведомость об окладе жалования полковникам. На польском и украинском языках приложена внутренняя опись из Саксонского архива 1958 года. А в конце книги, в той части, где страницы не пронумерованы, но пронумерованы письма, находим описи целого ряда писем начала XVIII века, написанных украинской Скорописью. Глядя на все эти примеры с описями украинских писем, хранящихся в российских архивах, невольно вспоминается вся эта оголтелая российская пропаганда, которая длительно и массово распространяет фейки о том, что, мол, никакого украинского языка не существовало, что его якобы выдумали в австрийском генштабе, а продолжили эту работу Ленин с большевиками. А также невольно возникает вопрос, где же эти честные российские историки и почему они молчат? Но мы не будем останавливаться на этом и пойдем дальше. Сергей Михайлович Соловьев, российский историк, Ординарный академик Императорской Санкт-Петербургской Академии Наук, в своей книге «История России с древнейших времен» в 12 томе книги 3 на странице 420, упоминает о переводчиках, которые работали в украинском городе Батурине в малороссийском приказе. Когда в Москве получена была грамота Симеона Адамовича, то поскакал в Батурин малороссийского приказа переводчик Григорий Колчицкий с царской грамотой Гетьману. Малороссийский приказ – это центральное государственное учреждение, образованное в 1662-63 годах для управления, вошедшей в состав России Левобережной Украиной, называемой тогда Малороссией. Подчинялся польскому приказу, в 1671 году вошел в его состав, сохранив самостоятельность. Осуществлял надзор за деятельностью Гетьмана, ведал всеми контактами жителей Украины с Россией, упразднен в 1722 году. Дела малороссийского приказа переданы Малороссийской коллегии. В полном собрании законов Российской империи с 1649 года, во втором томе, изданном в 1830 году, на страницах 474 и 475 читаем. «Люди боярские, великие государи-цари и великие князи Иоанн Алексеевич, Петр Алексеевич, велели вам сказать, да вам же бы немцам и черкасам и иных народов иноземцам, и никаким людям, никаким трубных, поносных слов не говорите и ничем их не дрожните, а будете кто из вас в том объявится и будет изымай, и тем быть и в наказании, потому же без пощады». Стоит пояснить, черкассы – это одно из внешних названий, которым именовали украинцев в то время, в московском государстве, крымском ханстве и частично в странах Западной Европы. Из этого документа видно, что предки россиян относились к украинцам как к таким же для них иностранцам, как и к немцам. В полном собрании законов Российской империи с 1649 года в 7 томе на странице 289 находим распоряжение российского императора Петра I от 22 мая 1724 года под номером 4513. По-четвертому в российскую коллегию в переводчике «приискать» из тамошних людей к тому делу за обычного и доброго человека, который в тамошних делах был неподозрителен. Малороссийская коллегия – это правительственный орган военного и гражданского управления, центральное учреждение Российской империи, образованное в 1722 году в украинском городе Глухове, резиденции гетьманов Левобережной Украины, вместо должности воеводы при гетьмане в малороссийском приказе. В документах посольства Василия Шереметьева в Украине находим в пятом томе акта в Юго-Западной России документ 1658 года, 15-23 июля. Две отписки к царю Боярина и воеводы Василия Шереметьева о действиях и намерениях гетьмана Выговского. А каков лист писал гетьман Иван Выговский «Ко мне, холопу твоему, Ваське» и гетьману Ивану Выговскому, каков лист писал Воложский владетель, из тех листов списки послали к тебе великому князю Алексею Михайловичу. А списки велели списать мы, холопы твои, белорусским письмом, для того, что русское письмо против их белорусского и речей не сойдется, а переводчика у нас холопей твоих нет, перевести некому. Здесь обратим внимание на то, что не только так называемое русское письмо не сходится с украинским, но не сходится и сама речь, то есть украинский язык отличается от русского до такой степени, что нужен перевод на русский язык. И у царских послов на тот момент не было переводчика, чтобы перевести украинские письма на месте и выслать их царю. Именно поэтому они выслали эти письма московскому царю, как они есть, на украинском языке. По российской терминологии того времени на белорусском. Приведем еще несколько примеров того, что россияне действительно нуждались в переводах украинских писем. Так, например, россиянам пришлось переводить письмо украинского казацкого полковника Даниила Ермоленко к украинскому гетьману Ивану Брюховецкому. Также письмо украинского гетьмана Брюховецкого к донским казакам, письмо украинского гетьмана Богдана Хмельницкого к московскому царю Алексею Михайловичу и украинского гетьмана Ивана Выговского к московскому воеводе Василию Шереметьеву, письмо украинского казацкого полковника Ивана Нечая к московскому царю и в этом же шестом томе письмо к московскому царю от украинского гетьмана Ивана Выговского и казаков, Письма к московскому царю от украинского архимандрита Киевопечерского монастыря Иннокентия Гизеля, Иосифа Тукальского архимандрита Лещинского и письмо украинского гетьмана Богдана Хмельницкого к московскому боярину Борису Морозову. В 1764 году императрица Екатерина II составила секретнейшее собственноручное наставление князю Александру Вяземскому при вступлении им в должность генерал-прокурора Российской империи, где в девятом пункте своих наставлений она написала о необходимости обрусения Украины, Малой России. Малая Россия, Лифляндия и Финляндия – суть провинции, которые правятся конфирмованными им привилегиями. Сии провинции, также и Смоленскую, надлежит легчайшим способом привести к тому, чтобы они обрусели и перестали бы глядеть, как волки к лесу. Когда же в Малороссии гетьмана не будет, то должно стараться, чтобы век и имя гетьманов исчезло. В толковом словаре Владимира Даля есть такие пояснения слову обрусели. Обрусение, обруситель, обрусительница, обрусить. Обрусить кого? Сделать русским. Обрусить стать, сделаться русским. Обруситель – тот, кто насильно старается сделать другого русским. По этому документу, с наставлениями Екатерины II, мы видим, что наряду с Лифляндией, в нынешнее время это часть Латвии и Эстонии, Финляндией и Смоленской областью, населенной белорусами, Екатерина II хотела обрусить, то есть сделать русскими, и Украину по имперской терминологии «малороссию». Через 10 лет, в 1774 году, после этого указа Екатерины II об обрусении Украины, Украину посетил Иоанн Антон Гюльденштейд, российский академик Императорской академии наук и художеств в Санкт-Петербурге, президент Императорского вольного экономического общества. Так вот, когда Гюльденштейд заехал в Украину, то написал в своем дневнике о живущих там россиянах и украинцах. Все вышеупомянутые по Донцу Слободы принадлежат Кизюмской провинции и населены малороссиянами, за исключением однодворческих слобод Нового Башкиня, Миловой и Протопоповки, принадлежащих к Екатерининской провинции. Между этими двумя сторонами постоянно ведутся сильные споры о границах, да и едва ли можно надеяться на слитие москалей с хохлами, как они в насмешку называют друг друга, то есть русских с черкасами или руснаками. Руснак – это одно из устаревших названий украинцев. Академик Санкт-Петербургской академии наук, российский ученый-естествоиспытатель, путешественник и этнограф Василий Федорович Зуев «Годы жизни» 1745-1994, путешествуя по Украине, писал в 1781 году о малороссиянцах, украинцах. «Народ как наречием, одеянием, так и поступками от русских совсем отменен, но сие, как уже известное, здесь оставляю». Как видим, академик Зуев даже не стал ничего пояснять, потому что в XVIII веке в Российской империи было хорошо известно, что украинцы отличались от русских языком, одеждой и поступками. Тех людей, восточных славян, которые проживали на территории Речи Посполитой и в московском государстве, и в Польше, называли русскими. Не делили. Надо относиться к этому с уважением. Исходить из реалии. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok